всем привет друзья давно них и выходила в эфир после того как приехала с моего отпуска так так званого на сегодня осенняя погодка такая прекрасная солнышко светит ветерок 60 по цельсию ой 60 по фаренгейту это будет 60 я все путаю 60 по фаренгейту 15 по цельсию съездила в магазин будет небольшая распаковочка хотела показать я вам что я купила даже не заходя домой потому что если я сейчас зайду домой все я уже начну борщ варить я уже начну все разглаживать в холодильник не как-то спросили а почему ты шел родители не могла на кухне разве что-то мне ахти все там ахти просто знаете как когда ты пишешь но хочется тоже поделиться то в общем этот пакет стоил сколько он стоил сейчас я скажу этот пакет эта покупка стоила не много не мало много я скажу 117 долларов даже было 118 и 117 со скидкой ну там какой-то продукт был на скидке купила два галлончика воды это я набираю свои галлоны носим ну я беру сперва галлоны пустые они по 40 центов галлон водичку мы с нее кофе пьем и чай молочко галлон купила внутри чем-то сейчас все таки на она достану рисит и покажу вам у нас сегодня ветрено так что я не знаю будет сильно ветер слышен или нет в камеру вот мой рисит бывает у нас такие дни что там на 50 долларов заправся 25 долларов 25 центов будет скидка на заправку и может заправить только 20 галлонов да вот видим было 118 32 потом 117 90 короче так молочко у нас молочка-молочка-молочка три чем-то уже 469 ничего себе 469 молоко сельдерей я всегда люблю борщ варить сельдереем сельдерей водка пусточка головка небольшая так меня на два раза и сколько здесь апельсинок по-моему я 6 апельсина взяла обычно апельсинки я не знаю конечно раз на раз не приходится они какие-то такие интересные не то апельсин это мандарин даже не знаю видите такой приплюснутый а это вроде апельсин лежал или гибрид или скрещенный даже не знаю что оно было так и сразу буду говорить так сразу на место вы хоть бы не растирать так капусточка капуста 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 купон 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 так апельсинки 632 не заплатила за те шесть штук представьте апельсинов доллар стоит практически потом green я практически первым взвесила в общем давайте я прок покажу все продукты потом цену вот такую вот зубы полоскать купила полоскалку она стоит 6 долларов за две штуки это стояла тачка на улице 3 доллара штука это неплохо купила вот такого сыр то на черт сыр то сыра на чертова если может быть кто-то захочет я не знаю бывает добавляет вот такого вот крем чиза но это взбитый такой выпит он взбитый такой как воздушный его легче намазать быстрее намазать ну конечно быстрее расходится здесь сколько 226 граммов вот такой хлебушек купила зерновой сто процентов зерновой вот такие вот они получаются как на закваске такие маффины любят их американцы кушать на завтрак так вот таких я накупила сколько 6 штук по моему стейков один стейк стоит 899 они мороженое но они довольно таки неплохие я их бросаю морозилку они мороженые и бросаю морозилку и потом мой муж там с братом когда хотят они достали разморозили селись я на работе вот такая вот палочка свиная 338 стоит видите вот она короче порк тендерлоин это запекается но я в этот раз проэкспериментирую я буду варить борщ вот этот кусочек свининки из вот этой говядиной я не знаю что получится но посмотрим вот 13 57 899 паунд биф чак бонлес по под волос ну короче это как оно тушится для тушения но я для борща я уже для борща не раз это покупала так потом у нас здесь фруктики грушки я купила сколько игрушек купила 5 грушек купила такие что могут и полежать и там уже одну можно кушать потом 6 бананчиков в такой связочке и вот такая вот сливка она уже ушла в пакетики видите я всегда иду на селф-чекаут нажимают эту цифру и на мне компьютер взвешивает и говорит мне цену так что у нас здесь парисит уйдет инглиш вот эти маффин круглые эти булочки 348 хлебушек 499 этот сыр натертый они сыр сбит этот крем-чиз 479 потом моцарелла натертая 248 капуста 261 вот представьте капуста 269 один потом сельдерей но они все используют потом мясо короче больше выходит золотой и вкусный но мы едим всегда как говорится у нас должен быть горщик или в супчик сельдерей доллар 88 апельсинки 632 что-то spring а полоскалка 6 алон молока 469 мясо 1357 на потом 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 фэшбон из порк это свинька 338 и вот эти несколько список идет вот это вот замороженные стейки кусочки уже готовые банана 538 но типа 32 цента скидка вот слива будет 580 и вот купон типа 98 центов какой-то купон у меня ну в общем 117 90 ставите здесь потом есть карточка магазина если у меня есть какая-то скидка на бензин то тут пишется сколько на голову меня скидка но больше чем 20 галлонов залить нельзя но выбивает пистолет и все вот такая у меня вот такая у меня прическа вот такая у меня покупочка все скажу цены в магазине дороги подбери картошку здесь сварила обалденный борщик украинский очень вкусный сейчас покушаю красавец кстати в этот раз как я вам говорила варила его с двух видов мяса говядина и свинина пришла к своим курочкам цыпляткам скоро моих цыплят уже не узнаешь правда у меня было восемь трое правда гэкнули короче дверь не успели открыть не то что забыли не успели открыть они когда заходят узкий прогну не узкие проход такой сарай короче друг на друга и трое гэкнула по моему одна не сушка или две не сушки я не вы покажу вам какой салат делаем осенний без лишних добавок вот это вот видите ведро помидор это мой муж едет на свалку и берет со свалки потом да как раз вот так они сейчас будет течь ну вот так вот берем люди просто выбрасывают вот это вот уже на свалку потому что они уже не дойдут но люди не знают это американцы конечно люди не знаю что оно еще можно как говорится в хату занести еще доспеет мой муж она пополам лежит и на 4 части режет они его разносят в пух и прах такой вот осенний салатик для моих курочек погодка у нас прекрасная борщик сварила борщик поела и у нас был заморозок ночью мои помидоры сейчас тоже буду срывать зелень отвезу на свалку помидорчики тоже померзла кстати мы живем мы живем севернее и у меня помидоры померзли моя свекров живет южнее но буквально пару улиц вверх можно улице сейчас 1 1 2 3 улицы вверх она живет южнее и у нее они не так померзли я говорю будем снимать на плема и не снимайся отойдут это так первая зима была еще бабе лето будет как говорится то говорит не надо не надо так и надо мои уже явно что они говорится мерзанули потому что знаете когда мерзлые помидоры они этот цвет меня это я сейчас вам покажу салатика подрежем они у меня такие балованные стали мушам и картошку корневой нашел где-то говорит тяжело на тёрку тереть брать тёрк я слушай залам и сварила каждый целый день подходит клёв-клёв-клёв-клёв и так и серию надо будет еще смотреть смотрите классные помидорчики и помидоры им приносил и дыньку им приносил что нам еще кабака приносил сейчас кабака не так много еще но будет позже будет больше когда уже пройдет день благодарения этот хэллоуин то люди будут выпрасывать кабаки вот тоже я им наношу кабаки могут лежать и зимой на улице ничего не будет так сейчас мы все у залова не закружилась не сейчас сам ватик им дадим немножко кинул это вот так вот потому что встанут одни над кастрюлей все и другие достать не могут вот мои цыплята вот-вот-вот еще где-то одна я говорю ну похоже на карликовую курочку вот она смотрите видите я почему-то думаю что это карликовая курочка потому что яйца которые мне давала моя как это врат заловка не знаю как сестра мужа моего давала у них есть карликовый петушок и курочки и мне кажется мне яйцо попало бы там помню были мелкие а так уже их скоро не отличишь то петушки по моему два петушка или две курочки и петушок ну короче короче как только начнут кукаре кукать я их сразу буду отправлять в борщ а так хай салата поедят сейчас я вам покажу покажу мои помидорчик стульчик заношу на место мой рабочий стульчик я его покрасила пусть стоит у меня туйки смотрите уже какие выросли красавицы сейчас ближе подойду покажу вам как они вверх вверх и вверх тянутся вот видите сейчас наглядный пример вот эти как померз этот не очень но это все сейчас помидорчики соберу с них собрать ведро это же курочкам будем давать а зелень и в багажник и на свалку сейчас я вам туйки покажу уже хорошо уже не так видно знаете соседа вот уже выше моего роста смотрите вот эта туйка уже выше моего роста все а были манюнки елки елки-палки целые эти же как мои туйки красота как огурцы муж уже плетение собрал отвез на свалку сейчас его курочкам ту длинную траву хочу вырвать знаете особенно когда когда вот осень уже и нет такой травы зелени то не на зеленая бросаются очень сильно поправлю так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я говорю, что все, что мы не поедим, все куры поедят и потом нам лучше снесут яйца. Правильно? Немного, немало. Собрала. Вот пол ведра, так что можно относить туда курям до солнышка и кормить их тоже. Сейчас буду вырвать этот брен. Но, что я скажу, тут, кстати, видите, веревки? Эти веревки надо отрезать. Я привязывала ими. И корневище, очень крепко сидит корневище. Одно только что тянуло, а запыхалось, так и не вырвало. Настолько тонкие корешки и переплетенные. Сейчас возьму ножницы. Ну, что я поняла? Я, наверное, не хочу иметь вот эти железяки. Я думаю, что палка лучше всего. Как вам лучше? Скажите, пожалуйста, кто садит с этими железяками, прутьями? И кто этот? А кто просто палки втыкает, чтобы поддерживать помидор? Как лучше? Каждый год надо... Землю я оставляю. Ну, конечно, каждый год я досыпаю по мере необходимости. Сразу вырываю этот бурьян, нам он не нужен. Тоже все на свалку. У меня, так как помидоры поливались, знаете, этот, постоянно, то тут вокруг у меня всегда растет трава. Всегда растет трава у меня. И у меня в этих ведрах вот дырочки здесь есть. Вот они. Дырочки и травка всегда зеленая. Мне очень хорошо, что если трава где-то и посохла, то возле помидора она всегда у меня зеленая. А здесь, видите, вот неполное ведро. Весной могу досыпать покупной земли. И все, и будет прекрасно. Ой! О! Видите, какое корневище? Куча... Куча земли. Вспушила землю. Не знаю зачем, но вспушиваю. Чтобы уже было вспушенное, набиралось водички. Это туалетная бумага. Это у нас есть в городе традиция. Когда выпускной... У детей в старших классах они ходят и развешивают туалетную бумагу на деревьях возле тех домов, возле кого они хотят. Вот. И... А мой муж говорит, что у них раньше было... Он в Нью-Йорке заканчивал школу. У них яйцами забрасывали дома учителей, которых они не любят. В общем, я не знаю, это хороший знак или плохой. В общем, эта бумага, она потом летает по всему городу. Надо будет ее выбросить. Вот это самое сложное. Вот это вот... С этими ниточками. С этими ниточками, шмиточками. И целый корень вырвала. Я думаю, что я эту железяку больше использовать не буду. Потому что, во-первых, она занимает место. Во-вторых... Короче, много мороки. Я думаю, что просто палочку. Просто палочку. И мне так легче. Подвязал, подвязал. А то кучу надо подвязывать. Ну, в общем, процесс вы поняли, чем я занимаюсь. Продолжаем. Короче, побочный эффект это лицо грязи. Вот видите, вытерло и рукав грязный. И жарко. Ну, красота. Красота, красотень. Сложила свои железячки. Хорошо, что есть машина, в которую можно это все закинуть. Но у меня еще есть пару растений. Сейчас покажу в ферезе. Голоза как сыпанула. Хотела зайти умыться, но проморгалась. Сейчас покажу. Вот, видите? Я не знаю, вырывать ли мне эти вот красивые. Но они уже тоже желтеют. Я, возможно, все уже вырву. Видите, все. Все, все, все. Уже пожелтело. И вот пожелтело. И эти цветочки вообще уже сухие сыпятся. Так что сейчас их тоже на свалку. А вот этот оказался упертый. Тянула, тянула. Баба репку не получилось. Пошла за за лопаткой. Ого! Буду я в следующем году его сажать. Не уверена. Ну-го! Вот это корневище. Это, наверное, в землю сажают и потом то, наверное, лопаты его выкапывают. Ох и лук! Так, скорее всего, я его на сухую вырву. Сейчас попробую его залить и потом потянуть. Хорошо, что сейчас шланг мы не прятали. А то же руки можно повыдирать все. Ты смотри на него. Уселся. Потому что уже сам сделаю процедуру. Короче, будете знать, что этот лук не так легко и вырвать. я не знаю, как он называется, назвал его лук. Первый раз такое вижу, чтобы этот цветок я уже садила, дал вот такой корень. Смотрите. Что за картошка? Что за картошка? Антошка. Видели такое? Первый раз такое вижу. У нас уже сегодня листья падают вовсю. Сейчас немножко ветер утих. С утра был сильнее. Так, а ну сейчас попробуем. Скажи, не вылазь. Короче, видно, он глубоко пустил или сильно широко. В общем, метод вот такой. Так вот и просто отрубываю корни и все по-моему никак. Переоделась, переобулась, так как была уже мокрая. Лапти сохнут. Так, в общем, что я хочу сказать. Вырвала я те корни, вырубила и меня осенило. Думаю, что же я что же я этот как называется трачу землю каждый год. Да, да, трачу землю. Вы знаете, что придумала? Сейчас покажу. Короче, в те горшки вот как я покупаю в горшках цветы, да, так я в этих горшках и буду втыкать. вместо того, чтобы здесь делать дырки для корней и пересаживать с корнями, потом я не могу их каждый год выгрести и потом опять новую землю, я также в горшках и засыплю. Вот. То есть, в горшках поставлю три-четыре цветочка. В этих же горшках оно и будет расти и буду я поливать. Правильно или нет? Скажите мне. или оно помешает, потому что корни должны разрастаться и цветок разрастается и увеличивается. Конечно, они там рассаду продают небольшую. Ну, короче, что вы думаете, тоже мне подскажите. Это второй к вам вопрос. Ой, куда же я иду? Сейчас надо налить свекрови борщика. Разогналась и повезу ей гостинца. Как красная шапочка, черная шапочка, красное жилет. Если это видео смотрит моя мама, передаю тебе привет, мамочка, тебе тоже, родная мама, буду варить такие борщи, приезжать с папой. Далеко мои родители живут, скучаю за ними. Недавно посетила три недели, хорошо, но мало. А наша свалка уже горит. Мой муж едет утром, говорит, все, уже, все, сгреб, уже подпалил. Есть тут один хозяин, не хозяин, он работает, наверное, на город, приезжает большим эксклаватором. И все подгребает в кучу и все подпаливает. Если успел, взял дрова. Бывает, он немножко ждет, чтобы люди хоть немного дрова подсобирали, попиляли себе. А бывает, повезет, все спалит и все. Видите, как у нас пыль столбом стоит. Давно, давно не было дождя. Вот эта щебенка, кстати, вот проблема с этой щебенкой. Пока она аж не повылетает за пределы этой дороги, короче, оказывается, эта щебенка, она пробивает колеса. Мелкие камешки. Надо сыпать другую, они, наверное, на, как говорится, дешевую, ну, как сказал один шиномонтажник моей сестры, это сестре мужа сказал, что говорит этот, короче, мелкую щебенку сыпят с крупной, да, она перемешка или как и пока вот не выбьет, не выбьет эта вся щебенка не выбьется или как не вылетит за пределы, она может пробивать колеса. Короче, хорошо жить за городом, но есть свои минусы. Так, сдаем назад, чем ближе к куче, чтобы мы могли добавить свою кучу тоже. Вот, видите, как я говорила, помидоры выбрасывают, видите, тут уже такие маленькие помидорчики, там, чтобы там цветы кто-то вырвал, это вот классно, помидор наехал, тут классная стружечка, смотрите, тут вот классно стружку взял, привез, не успею его собирать, я не буду сейчас собирать, я ничего не делаю, но, чтобы не собирать, вот так муж утром проезжает и смотрит, что здесь есть, и все, оно только подгребает большой куча большим экскаватором, и будь здоров называется, сейчас свой бурьян выпхнем отсюда, легким движением веника, фу, только постирала вещи от костра, вчера костюм полью, вот и все, теперь эту мелочь позаметать и будет красота, возможно все идеально замести, потому что заметаешь, и оно ветер опять заносит, столько вырывал, и ничего, там люди привозят тоже бетон высыпать, ту щебенку нельзя трогать, я не думаю, что сюда люди привозят, потому что это городская вот эта вот свалка как бы, сюда привозят это городской вот земля где-то их выкопали в следующий раз заберут куда надо все, поехали дальше я, кстати, сюда ехала ой, закрыла я, кстати, сюда ехала и это короче, не было три недели уже свой город не узнала еду-еду одна улица вторая думаю о, я уже переехала а я еще не доехала пришлось назад разворачиваться и назад ехать вот видите пишется количество омывающей жидкости низкое добавьте ну короче уже он пшикает уже ничего не пшикается чуть-чуть еще но тут смысла нету пшика потому что сейчас опять пылюка как сядет на дороге в общем сейчас я вам покажу небольшую экскурсию давно уже не показывала как говорится апдейт что новенького на том доме который сейчас интенсивно делаем ремонт и будем ставить на продажу там где был наш последний этот скажи я тебе скажу квартирант с собакой у вас у многих были такие впечатления в шоке что как так можно жить да вот так вот люди жили это это у нас постоянно с собаками жили тут одного жила женщина он сказал собак нельзя все равно собак и две имела он уже ее не выгонял и уже после нее сказал все я дом продаю ну потом все таки нашлись эти рентовщики хорошая семья и он им сдал в рент ну у него несколько этих прапорти да как говорится угодий домов на рент то он решил сдать так как хорошие люди подвернулись вот такие вот приколы с этими собаками так что так что у меня тоже в тех квартирах которые я сдаю в том доме одна комната два я всегда пишу airbnb не всегда у меня написано нельзя животных никаких ни собак ни попугаев ни кошечек ни крысок потому что во-первых вдруг у других людей аллергия на них она где-то шерсть знаете еще что-то будет я не хочу этих как говорится плохих отзывов или каких-то комплейнов да от постояльцев и с другой стороны мне не надо вот это шписи каки убирать это раз и второе смотрите залили площадку я думаю что будут добавлять парковку здесь дом который это квартира в котором этот комплекс живут в основном пожилые но там от дохода от дохода там там и молодые есть и что я хотела сказать ну да и пошкребанные двери пошкребанные диваны описанные диваны я не такая богатая как говорится эта квартира не окупается сдача квартиры не окупается так как может быть в Калифорнии или на Флориде где-то возле океана в Нью-Йорке в общем я не могу менять диваны и кровати каждый день люди некоторые пишут можно я собачка я знаю что у вас написано без собачки без животных ну поймите у меня собачка ну как мой ребенок ну такая хорошая она всегда со мной я ее в клеточку закрою я думаю извините но нет и объясняю же что ради других постоянно будем рассказывать они будут ой то она не шкребается то она не писается но это собака это даже не ребенок ребенок писается какается где я попала а как говорится учишь его а это ж собака я где вздумается там и сходила так что никаких животных а ну да приходится им отказываться но ничего страшного отказывать им так это доробуло еще надо сдать вот сделал муж тут опалубку такую уже все схватилось ну тут была короче яма шмама и дырки шмырки котяра это линда линда это приблуда какая-то я вчера здесь спалила костер вчера уже не засняла процесс я не знаю кто ты и кстати бывает даешь ему колбасу не ест вчера вот тут краску снимала так здесь пол заложили я уже вам показывала бабай вот эта решеточка белая она идет сюда снаружи там просто надо гвоздики купить так пошел процесс уже кухню делать выравниваются полы здесь плитка была сняли сняли плитку и ложится фанера ложится фанера потом будет уже выравниваться заливаться окна уже помененные здесь просто закакуются и эти наличники покрасятся они в хорошем состоянии просто покрасятся и все здесь мы идем дальше посмотрите на эти классные полы вот полы постелили светлые все уже светлее дом становится вот смотрите какая красота а вот там вообще там где унитаз там яма была надо было и тут по-моему где-то надо было бетоном выравнивать сделали наличники я пришла сюда вот эти вот дырочки позамазывать этим вот я не знаю как пари называется как оно как оно не шпаклевка ну шпаклевка грубо говоря унитаз хороший поставится на место котел так и не двигали все покрашено там еще будут набиваться такие как эти багеты да все покрашено дверь поставили если помните здесь двери не было или помните была какая дверь страшная кто не смотрел видео посмотрите это все новые двери с этими с коробками покупались опять же все надо было подгонять все надо было прятать потому что дверь уже то шире то шире там уже это окно не меняли но здесь и было стояло это евро окно здесь тоже поменяли пол положили и тут везде практически переходы есть видите переход тут переход тут тут здесь тоже выравнивали пол тоже тоже надо дырочки все замазывать потом будет краситься сразу изоляция классная потому что окна поставили уже не свищит не гудит так вчера вот так спиливалась еще я думаю вот будет допиливаться чтобы оно было под лицо под лицо под лицо и будет тоже здесь утеплитель ставится и будет этот скажите мне тоже наличники я вчера здесь красочку тоже красочку шмашечку видите все равно вот она вот она противная ну короче не вижу вот видите тут а то потом маленькие недоделочки дверь тоже покрашенная как новая а была страшная так вот такая вот затирка вот window glazing сейчас попробую поработать ну как вам красота уже дело почти движется к концу так ага здесь тоже дверь вставили и видите вот даже взять эту дверь она они продаются желтые такие чтобы как бы ну как бы они только грунтом покрытые а там уже можешь красить каким хочешь цветом черным серым зеленым мы будем ее красить беленьким видите там уже где-то она потерлась в магазине короче такое тырса плита вот такая вот вот такая красота и тут видите тоже порог переход тоже будет делаться такой как бы съезд такой не знаю как сказать и там горище так что слава богу идет идет ремонт и мы мы уже видим конец всем спасибо что смотрели кто еще не подписан подписывайтесь обязательно делитесь каналом ставьте лайки и делитесь этим видео и кто не смотрел начало этого дома как он выглядел до этого ремонта посмотрите обязательно тут было хавайся уже намного лучше так что это еще не хавайся всем пока пока пока